Казачий Стан В этом году благодаря администрации Туапсинского района, которая выделила финансирование Туапсинскому казачьему обществу, фестиваль состоялся. И мы надеемся, что у нас он будет постоянный, ежегодный. И это будет уже не районный фестиваль, и даже не краевой, а мы его сделаем всероссийским. С древнейших времен казаки окружают себя красивыми вещами. Гончары, столеры и рукодельницы трудятся над этим каждый день и в наше время. На фестивале мастерят букет из полевых цветов и делают оберег из лыка. Считается, что он охраняет дом от злых сил. А гончар Павел Купавский показывает, как делать посуду из глины. Всего год назад вместе с женой в Туапсе он открыл свою мастерскую. Я учился на отделении художественной керамики в Абрамцевском колледже, это Подмосковье. И долгое время не мог найти применение своей профессии. Потом поехал в Сочи, увидел, что вот такие мастер-классы проводят мастерские именно для мастер-классов, для детей. Что это очень популярно, пользуется спросом. Решил попробовать в своем городе. Один из верных друзей кубанского атамана – это его боевой конь. В прошлом перед отъездом жена воина в первую очередь кланялась именно копытному, чтобы тот мог уберечь всадника. Казак, в свою очередь, должен был защищать себя и лошадь кинжалом. Умение обращаться с таким оружием называется фланкировка. Фланкировка есть фланкировка, то есть фигурная, да, то есть для красоты. Да, вот. 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 Это красота. А есть удары. То есть это, имеется в виду, именно боевая фланкировка. А на мастер-классе из лука под присмотром взрослых стреляют даже дети. Одна такая стрела может преодолеть расстояние в 150 метров. Раньше атаманы делали такое оружие самостоятельно, прежде всего для охоты на зверей. Казаки всегда отвечали меткостью стрельбы. Ну, как бы, поэтому осталось. Нельзя это забывать. Понятно, сейчас лук этот спортивный, допустим, ну, небольшой, никакой не охотничий, там еще какой-то специальный. Я думаю, еды нам хватает сейчас, не надо бегать за оленями. Песня «Враг боится» больше, чем оружие. Уже на праздничном концерте лучшие творческие коллективы Черноморского побережья поют всем известные казачьи песни. «Люба-братцы Люба», «Ой, то не вечер» и многие другие. Они создавались атаманами во время сражений. «А на моей белой груди девчонка плакала, рыдала». Подарок для гостей фестиваля – выступление заслуженного артиста России и Республики Крым Виктора Сорокина. Сегодня он исполняет сразу несколько музыкальных композиций. В их числе его первая песня в кубанском казачьем хоре «Не для меня». На протяжении 17 лет Виктор исполняет ее не только во многих городах России, но и за рубежом. На всех площадках, где мы выступаем, зрители одинаково горячо нас встречают. И каждый концерт, они стоя аплодисментами очень долго нас провожают со сцены. Это необъяснимо, наверное, потому что песни, которые исполняет кубанский казачий хор, они наполнены каким-то глубоким смыслом, то, что трогает каждого из нас. Я знаю, что Черноморский округ весь сегодня собрался. Если вы считаете, что такой формат возможен, то я с удовольствием буду... Ну вот и ответ на наш вопрос. Казачий стан и дальше будет радовать жителей и гостей поселения. Уже в следующем году фестиваль обещают вывести на новый уровень. Он станет всероссийским. Гости познакомятся не только с традициями кубанских казаков. На мероприятие съедутся атаманы из всех уголков нашей страны. Анастасия Быч, Алексей Исаев, Алексей Кузьмин, телеканал Орленок ТВ.